Дай почитать. Со всеми вытекающими последствиями, жесткой структурой, запретами, влиянием на частную и общественную жизнь. Она написала честную и нужную книгу «Тело, еда, секс и тревога», что беспокоит современную женщину. В книге три главы «Тело и тревога», «Еда и тревога», «Секс и тревога» Юлия Лапина уверена, что у диетического мира много общего с системой секты. Великий культ худобы связан с ритуалами, ну, например, 20 приседаний, 10 отжиманий, 5 скручиваний и с бесконечными табу. Не ешьте после 18.00, углеводы только на завтрак, культ служения телу становится новой религией. В западной литературе это описано хорошо, поэтому Юлия Лапина все время и ссылается в основном на англоязычные источники. Так еще в 2009 году Маргарет Ганс выступила с докладом о возникновении в современном обществе худого идеала женщины. Исток концепции о том, что женщина – собственность и символ статуса мужчины. Любопытно, что во время одного исследования, проводившегося в Америке, более половины опрашиваемых женщин сообщили, что предпочли бы смерть под колесами грузовика в перспективе набора веса. А две третьих сказали, что лучше быть среднего ума или совсем глупой, но только не толстой. Тело – наш ежедневный общественный экзамен. Сегодня красота – это не генетика, а упорный, изнурительный труд и финансовые вложения. К сожалению, современных женщин держат в страхе чувства, будто с их телами что-то не так. Эта мысль с той или иной интенсивностью звучит в голове каждой женщины. Исследователи говорят, что у девочек шести лет. И если до начала XX века западные художники изображали идеальное женское тело со значением индекса массы тела от 27 до 30, то сейчас обладательницы канонической красоты стали весить на 15% ниже здоровой нормы. Сегодня идеальный женский вес большинство исследователей считает нездоровым. Скажите, кто сейчас знает, сколько углеводов на ужин употребляла Жанна Дарк, Екатерина Великая, Софья Ковалевская или Анна Ахматова? Главное, что они изменили мир. Юлия Лапина – «Тело», «Еда», «Секс» и «Тревога» 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!